Смотрите, давайте я расскажу байку про применение ряда Тейлора. Значит, это дело было, когда я учился, не знаю, в третьем, в пятом классе, в общем, что-то в этом роде. И я в то время обычно где-то проводил у себя в деревне. Деревня у меня находится в таком довольно глухом месте, там нет более-менее ничего, кроме нескольких домов. И, в частности, там у меня более-менее не было никаких развлечений, кроме как залезть на какое-нибудь дерево повыше. И, в общем, приходилось придумывать развлечения себе самому самостоятельно. Но, в частности, я в какой-то момент заинтересовался вопросом о том, как измерить высоту какого-нибудь дерева. Ну, так, чтобы я предполагал, что это будет какое-то очень высокое дерево, так что я на него не могу залезть наверх и что-нибудь как-нибудь измерить с помощью линейки его или что-нибудь в этом роде. И я не помню уже, в какой книжке я это прочитал, скорее всего, в какой-нибудь книжке Перельмана, что, в принципе, есть, можно изготовить какой-нибудь прибор для измерения высоты. Ну, и, собственно говоря, схема одного из этих приборов мне понравилась, а именно предполагалось, что я просто возьму транспортир. Вот, представьте себе, что у меня есть транспортир, который меряет углы. Какой-то такой школьный. Кажется, транспортир у меня там, видимо, все-таки был. И дальше вот у меня есть какое-нибудь дерево. Я хочу измерить его высоту. Для этого я смотрю с какой-нибудь точки. Допустим, вот тут я. И я беру этот транспортир и направляю его таким образом, чтобы он смотрел на верхушку дерева. Давайте я его переверну. Значит, вот здесь должна быть верхушка дерева. И теперь я могу с помощью транспортира измерить, да, мне нужен транспортир и мне нужен отвес. Ну, отвес легко делается, это просто ниточка и грузик. И после этого с помощью транспортира и отвеса я могу измерить, ну, как у меня здесь все устроено, значит, у меня есть этот самый транспортир, я с помощью отвеса измеряю вот этот угол. Значит, дальше я могу легко вычислить вот этот угол, который будет 90 градусов минус альфа. И после этого я могу измерить, допустим, просто шагами, подойдя к этому дереву, я могу измерить расстояние до дерева. Ну, наверное, свой рост я тогда знал. И, соответственно, если я знаю вот это расстояние, пусть оно будет L, то вот эта высота H, превышение высоты дерева над моим ростом, вычисляется как? То есть, если я знаю, что вот этот угол, допустим, фи, который я знаю, измерил с помощью транспортира, а как вычислить высоту? L умножить на тангенс фи. L умножить на тангенс фи, да, совершенно верно. Вот. В общем, вот эту картинку я тогда уже знал, я думаю, что, по всей видимости, я тогда знал, что такое тангенс, потому что, это другая история, у меня был компьютер, и этот компьютер был такой, это была замечательная машинка, такая большая-большая красная клавиатура с белыми кнопками, она подключалась к телевизору, использовала телевизор в качестве дисплея, и подключалась к аудиомагнитофону, использовала аудиокассеты вместо жесткого диска. То есть для того, чтобы запустить какую-то программу, мне нужно было сначала что-то воспроизведение на магнитофоне, он начинал жужжать, программа начинала считываться, после этого через несколько минут она считывалась, я мог ее запустить. Вот. Там, надо сказать, тоже мало чего было, но там был язык программирования Basic, который я начал осваивать, и самое главное, чего там не было. В этом языке программирования Basic не было никакой функции, с помощью которой можно было бы нарисовать окружность. Там можно было рисовать просто по точкам какие-то картинки на экране, просто сказать, что поставить точку с такими-то координатами, с таким-то иксом и таким-то игреком. И с помощью этой функции я какие-то картинки рисовал, ну, там всякие прямые, линейные, какие-то гиперболы. Но окружность нарисовать было нельзя. Меня это очень отстраивало, потому что у соседей был другой компьютер, ZX Spectrum, он тоже загружался с магнитофона, но у него было несколько отличий. В частности, он умел работать с цветом, а самое главное, там была в Basic, там была в том Basic, который был у них, была функция Circle, с помощью которой можно было нарисовать окружность. И это вызывало у меня дикую зависть, поэтому я тоже хотел нарисовать окружность. Мне папа рассказал про то, что можно использовать тригенетические функции синусы и косинусы. Ну и, собственно говоря, я написал программу, которая... Ну, понятно, если вы можете ставить точки с заданными x и y, то если вы можете вычислять синусы и косинусы, то вы можете просто идти в цикле по углу, менять угол и для каждого угла вычислять синус и косинус, соответственно, x и y координату на окружности и просто строить эту картинку вот так вот. Вот. Я такую программу написал, правда, в отличие от соседского компьютера. Мой компьютер рисовал окружность в течение нескольких минут, а соседский делал это мгновенно. Так что победа была не совсем полной, но зато я узнал, что бывают тригенетические функции. Вот. И поэтому, в общем, подумал, что можно использовать эту формулу. Была только одна проблема. У меня не было ничего. Не было никаких калькуляторов, никаких компьютеров там в деревне. И не было никаких таблиц. То есть я, в принципе, знал, что бывают таблицы Брадиса, с помощью которых можно просто смотреть, чему равен танген того или иного угла. Таблицы Брадиса еще используются в школе? Да. Это, я думаю, кто-то уже не использует. Но я думаю, что мне кажется, что таблицы Брадиса вечны. Вот. Ну, в общем, короче говоря, никаких таблиц Брадиса у меня не было. Но я, в принципе, знал, что... Значит, я не знал, откуда это берется, но я в каком-то справочнике вычитал, что sinx – это, значит, вот сумма такого ряда, который мы с вами обсуждали. И так далее. Вот. И косинус x тоже, я узнал, что раскладывается в ряд. Что там? 1 минус x квадрат пополам. 4, 4, 4, факториал и так далее. Вот. И надо сказать, что эти ряды очень быстро сходятся. За счет того, что здесь, если у вас x маленький, у вас вот эти вот штуки сами уменьшаются, если x, например, меньше единицы. А факториалы уж совсем быстро растут, и поэтому вот эти вот ряды, они довольно быстро сходятся. Их можно достаточно взять буквально 3 члена ряда, и вы получаете уже очень хорошее приближение. 3-4 члена ряда. Вот. Ну, а дальше я, в принципе, понимал, что можно... Ну, как бы вот все вот эти вот вычисления можно провести просто с помощью ручки и бумажки. Ну, понятно, что это какая-то работа. Нужно там столбиком умножать числа и делить их там. Ну, в общем, это, в принципе, все понятные операции. Умножить столбиком, делить уголком, складывать столбик. В общем, это все понятные вещи. Ну, я подумал, ну, в общем, чем я хуже Брадиса. Для вот этого проекта я подумал, что можно просто самому сделать таблицу значений тангенсов, считать синус и косинус с помощью рядов, поделить одно на другое уголком, и таким образом сделать табличку, с помощью которой я мог бы находить вот такие вот высоты. Находить тангенсы и после этого находить высоты. Надо сказать, я далеко не продвинулся в этом проекте. То есть я понял концептуальную возможность. Я думаю, что я вычислил пару значений синусов, потом мне это быстро надоело. и я переключился на что-то другое. Но, тем не менее, проект такой был, и я теперь про этот проект рассказываю. Ну, так, полезно же знать, зачем нужны всякие ряды. Ну, надо сказать, что, с одной стороны, не совсем понятно, почему я избрал именно этот путь, почему я не стал просто с помощью того же транспортира рисовать маленькие треугольнички и вычислять просто, и мерить линейкой просто высоту этого катета в зависимости от угла, что было бы явно гораздо проще, чем проводить все вот эти вот вычисления. Но, по всей видимости, магия того факта, что для вычисления каких-то совершенно неведомых тригонетических функций какого-то загадочного синуса и косинуса, в принципе, мне не нужно ничего, кроме ручки, бумажки, знания вот этих рядов и большого количества терпения. Скорее всего, именно это меня как-то завораживало в тот момент. И завораживало, на самом деле, до сих пор. В принципе, это идея о том, что непонятно, как устроенные функции, нелинейные функции, а функции, которые пришли откуда-то из геометрии, что они на самом деле описываются вот таким вот простым образом. В принципе, если строить такую какую-то иерархию сложности функций, то сначала будет какая-нибудь там, сначала будет константа, потом линейная функция, потом будут многочлены. А вот эта вот штука бесконечной ряды, это как бы просто следующий шаг после многочленов. Это в какой-то мере очень простая вещь. И поэтому идея о том, что любая функция, ну там хорошая функция, аналитическая функция, что она хорошо аппроксимируется вот такими вот рядами, это идея чрезвычайно глубокая, чрезвычайно плодотворная идея в целом в математике. Вот. Кажется, Ньютон был тем человеком, кто первый это придумал, хотя не поручусь. Вот. Ну вот. Такая история про применение математики в реальной жизни. Кажется, у меня все такие истории на эту тему. Ну ладно. Ну что, поехали дальше. Значит, на самом деле мы практически закончили всю историю про производные, про дифференциальные исчисления. То есть как закончили, не закончили, конечно, но большой пласт анализом на тему именно дифференцирования мы прошли. У меня остался небольшой кусочек, связанный с производными дифференциалами. Я думаю, что я этот кусочек вам расскажу. Я тут обнаружил, что у меня не хватает одной лекции. Попросил Людмилу поставить дополнительную лекцию. Это, видимо, будет в ближайшую пятницу в такое же время, 9.30. Вот. И мы там ненадолго вернемся к именно дифференцированию. А сейчас я хотел бы немножко сменить тему и поговорить, наоборот, про интегрирование. И сегодняшняя лекция посвящена определенному интегралу. Конкретно интегралу Риммана. Есть разные способы определять интеграл. Мы будем использовать определение Риммана. Вот. Значит, казалось бы, сейчас происходит какая-то довольно резкая смена декораций. Потому что до сих пор мы говорили про производные, про скорость и рост функций. А сейчас будем рассматривать задачу, которая кажется никак не связанной. Но на самом деле, буквально на следующей лекции, мы увидим, что это на самом деле непосредственно связанные с задачей. И что задачи, которые мы сейчас будем обсуждать, а именно задачи об отыскании площади. И задачи дифференцирования, они очень тесно связаны друг с другом. Что тоже в какой-то мере удивительно. Значит, ну давайте поговорим про площади. Давайте представим себе, что у меня есть какая-то фигура. Такая глобальная задача сейчас – отыскание площадей. Давайте представим себе, что у меня есть какая-нибудь фигура. И я хочу как-то определить, что такое площадь этой фигуры. Ну, на самом деле, с одной стороны, у нас есть какое-то интуитивное представление о том, что такое площадь. Но, с другой стороны, если говорить аккуратно математически, то у нас до сих пор, когда мы говорили про площадь, в каких-то контекстах, в школе и так далее, как правило, аккуратно найти площадь мы могли у прямоугольников и у фигур, которые так или иначе представляются в виде каких-то объединений прямоугольников или объединений кусочков прямоугольников. Мы говорили, что вот у нас бывают прямоугольники. У прямоугольника площадь, допустим, А на Б. Если мы знаем сторону прямоугольника, то мы говорим, что его площадь А на Б. Просто мы как бы считаем, что это определение, часть определения площади. А дальше про все остальные площади мы спрашиваем, как их можно свести к площади прямоугольника. Например, скажем, если меня интересует площадь треугольника, то какой стандартный способ управлять площадь треугольника? Ну вот давайте мы проведем высоту и давайте мы скажем, что можно теоретически достроить этот треугольник до прямоугольника вот так. У этого прямоугольника будет, значит, вот у него одна сторона – это А, другая сторона – это вот эта А, высота наша. И с другой стороны мы видим, что наш треугольник – это половинка от вот этого прямоугольника. Потому что понятно, что если я посмотрю на вот этот вот прямоугольник, то он своей диагональю делится пополам. И понятно, что площадь вот этой части равняется площади, соответственно, очень заштрихованной части. И площадь вот этой части равняется площади вот этой. Вот. Поэтому мы стартуем с прямоугольника, а дальше мы пользуемся какими-то естественными свойствами. Например, что если фигура составлена из двух разных фигур, то ее площадь просто складывается. Это называется свойством аддитивности. Или что если у нас есть две одинаковые фигуры, как-то просто повернутые или отраженные, или сдвинутые, то у них одна и та же площадь. И, в общем, если мы говорим про какие-нибудь многоугольники, то вот эти свойства нам позволяют в конечном итоге свести площадь любого многоугольника к площади прямоугольника, которую мы знаем по определению. Хуже обстоит дело ситуация, когда у нас возникают какие-то криволинейные фигуры, типа вот, что я тут нарисовал. Потому что не совсем понятно, а что, собственно говоря, делать. Как просто определить, что такое площадь. Не как ее найти. Это отдельная история. А как вообще определить, что это такое. И оказывается, что, в общем, нет никакого суперхорошего способа определить, что такое площадь, кроме как разбивать фигуру на мелкие фигуры, площадь которых уже находить через определение, через прямоугольник. Но понятно, что даже если я буду разбивать, допустим, вот эту фигуру на какие-то кусочки, которые являются там либо квадратиками, либо какими-то более сложными многоугольниками, понятно, что если эта фигура криволинейна, то, в общем, точно я ее не разобью. Криволинейную фигуру нельзя так разбить, чтобы она точно состояла бы из каких-то многоугольников. Потому что она криволинейная, у многоугольников в стороны прямой. Но тем не менее, можно хорошо аппроксимировать. И, собственно, это, что мы сейчас будем делать, это как раз пример такой аппроксимации. Значит, мы сейчас будем говорить не про произвольные фигуры, которые как-то ограничены какими-то кривыми, а мы будем говорить про штуку более простую в работе, а именно мы будем говорить про площади под кривыми задаваемыми как графики функции. Значит, давайте рассмотрим какую-то функцию. И давайте сейчас пока что у меня эта функция пусть будет определена в каком-то отрезке и, скажем, не отрицательной даже положительной. Значит, вот у нас отрезок от А до Б. И вот у меня есть какой-то график функции. И меня сейчас будет интересовать, как найти площадь под этим графиком. Я хочу найти вот такую вот площадь, площадь вот такой фигуры. Значит, здесь у меня прямые линии. Значит, вот эту фигуру иногда называют криволинейной трапецией. Трапеция, потому что вот эта штука параллельна вот этой штуке, а криволинейна, потому что, ну, вот одна сторона у нее прямая, а другая сторона, которая как раз и совпадает с графиком функции, это какая-то кривая линия. Соответственно, мы хотим научиться находить площади вот таких криволинейных трапеций. Ну, и как можно это сделать? Ну, как я уже говорил, идея состоит в том, чтобы порезать нашу фигуру, порезать на кусочки, площади которых мы знаем. И, в частности, самый простой способ это сделать, это порезать ее на прямоугольнике. Давайте представим себе, что я разобью горизонтальный вот этот отрезок от А до Б, разобью на какое-то количество кусочков, и над каждым кусочком нарисую вот какой-то такой прямоугольник, который будет идти, ну, примерно до графика функции. Как-то вот так-то я это сделаю. Вот какая-то такая у меня будет фигура. Понятно, что у меня вот эта вот штука, которая составлена из прямоугольников, она не в точности повторяет вот этот график, эту фигуру, составленную с графиком, ограниченным графиком. Вот. Но, по крайней мере, я могу посчитать площадь этих прямоугольников и сложить эти площади, и тем самым вычлить площадь не той фигуры, которую я нарисовал изначально, а вот такой вот какой-то ступенчатой. Вот. Ну, дальше идея такая, что мы понимаем, что вот здесь вот есть участки, которые не совпадают, в которых наша фигура либо вылазит за фигуру ступенчатую, либо наоборот ступенчатая штука вылазит за нашу исходную фигуру. И как-то мы хотим сделать так, чтобы вот эти вот участки были бы как можно меньше. Как это можно сделать? Ну, больше прямоугольников. Больше прямоугольников, да. Если мы сделаем больше прямоугольников, они будут более мелкими, у них будет меньше вот эти основания, то, в принципе, мы можем хорошо аппроксимировать наш исходный график. Ну, то есть можно себе представить, что вот у меня был… Так, что-то не пишет. Секунду. Значит, можно представить себе, что я исходный мой график приближаю такой ступенчатой штукой, и если ступеньки будут очень-очень узкими, то это позволит мне аппроксимировать мой график хорошо. Итак, давайте представим себе, что вот я нарисовал этот график. Какой-то криволинейный. И теперь я его приближаю маленькими-маленькими ступеньками. Понятно, что если эти ступеньки будут совсем маленькими, то две фигуры, ступенчатая и которая лежит под графиком, они будут близки друг к другу. И, в принципе, логично было бы ожидать, даже если мы не определяем формально, что такое площадь этой криволинейной фигуры, то, по крайней мере, логично ожидать, что ее площадь будет близка к площади вот этой вот ступенчатой штуки. И, в общем, это такой способ определить, что же такое эта площадь криволинейной фигуры. А именно хочется найти что-то вроде предела площадей вот этих ступенчатых штук при стремлении количества прямоугольников к бесконечности, а длины каждого прямоугольника к нулю. Точнее, не длины, а как основания ширины. Не знаю, где здесь длина, где ширина. Вот. Идея такая. Значит, приближаем. Криволинейная фигура ступенчатой. Число ступенек увеличиваем до бесконечности. Ширину прямоугольников устремляем к нулю. Вот такой план. Ну, давайте попробуем его аккуратненько реализовать. Значит, смотрите. Мне сейчас понадобится ввести несколько определений. Они такие немножко абстрактно выглядят, но они нам нужны. Значит, первое, что я сделаю, это определю разбиение отрезка. Значит, вот то, что мне нужно сделать, чтобы определить интеграл. Первая моя цель состоит в том, чтобы предъявить этот отрезочек от А до Б и разбить его на какие-то отрезки поменьше. Можно было бы сказать, что чего здесь мучается, давайте просто разобьем на равные отрезки. Но для наших целей, для некоторых доказательств, будет удобно разрешить себе разбивать этот отрезок от А до Б на какие-нибудь отрезки поменьше. Не обязательно равные. Значит, соответственно, давайте я просто скажу, что вот у меня возникает такая штука. У меня есть последовательность чисел, ну, конечный набор на самом деле чисел. Значит, вот это пусть будет х1, х2 и так далее. Вот это последнее число пусть будет х1, а вот это давайте я обозначу А, я обозначу через х0. Значит, определение. И если у меня есть набор чисел возрастающий. Значит, вот этот набор х0 и так далее, хн называется разбиением отрезка А, Б. Вот, разбиение отрезка – это просто вот набор точек, которые мы отметили на этом отрезке. Так что первая точка совпадает с началом отрезка, последняя с концом, не более того. Теперь смотрите, вот я зафиксировал какое-то разбиение, и теперь я хочу построить фигуру, которая с помощью которой я буду как раз аппроксимировать мою площадь. Как это сделать? Ну вот, допустим, я хочу построить прямоугольник, который живет над, скажем, первым отрезочком моего разбиения. Вот такой вот какой-то прямоугольник. Как задать высоту этого прямоугольника? Вот про ширину все понятно. Ширина – это вот этот вот отрезочек от х0 до х1. Как задать его высоту? f от х1 умножить на х1? Ой, х1 минуса. Ну, это вы уже сказали про площадь. Да. Да, значит, если брать его высоту, то, ну вот я хочу, чтобы высота этого прямоугольника, она в целом соответствовала бы значению функции на вот этом отрезке. Проблема в том, что на этом отрезке функции принимают разные значения. Да, я теоретически мог бы нарисовать этот прямоугольник вот так, я мог бы его нарисовать повыше, как я его нарисовал, я мог бы нарисовать его еще выше, вот так. И, в принципе, все вот эти прямоугольники, которые я мог бы здесь нарисовать, вряд ли осмысленно было бы рисовать его вот так, он бы тогда не имел никакого отношения к графику. Но какие-то вот такие вот прямоугольники, они в целом выглядят вполне разумно для нашей задачи. А мы можем взять f от а, f от х1, ну и соединить эти значения линий просто. Да, вот хороший вопрос. А как мне все-таки выбрать ту самую точку, через которую я провожу вот эту горизонталь? Теоретически можно, кажется, вы предложили на самом деле использовать не прямоугольник, а использовать вот такую трапецию. Да? Да. Да, это тоже хороший подход. Он на самом деле вычислительный, если вам нужно найти площадь, аппроксимировать реальную площадь под кривой, то находить ее с помощью трапеции существенно выгоднее, чем находить ее с помощью прямоугольника. Но для теоретического анализа нам будет проще работать с прямоугольниками, хотя это действительно не совсем оптимальный способ это делать с точки зрения вычислений. Поэтому я хочу делать именно прямоугольник, а мне нужно выбрать эту самую высоту. В принципе, я мог бы сказать, но давайте мы будем всегда вычислять просто значение нашей функции в левом конце. То есть сделаем какую-нибудь вот такую вот фигуру, где каждый из этих прямоугольников будет опираться своим левым углом, будет опираться на график. Вот такую штуку. Но, опять же, по некоторым причинам, мне, которые будут истны позднее, мне было бы лучше, если бы я мог выбирать вот эту точку, в которой я вычисляю значение функции, могу выбирать ее произвольно на этом отрезке. Я хочу оставить себе некоторую свободу. Для того, чтобы таким образом зафиксировать конкретную конструкцию с прямоугольниками, мне нужно зафиксировать не только информацию о том, на какие горизонтальные отрезки я разбиваю мой большой отрезок, но и зафиксировать информацию о том, в каких точках я считаю значение функции, когда нахожу высоты моих прямоугольников. В связи с этим есть второе определение. Если добавить... То есть вот эта вот штука называется разбиением, а если к разбиению еще добавить набор точек, давайте пусть они будут называться Z, скажем... Скажем, вот эта пусть будет точка Z1, вот эта пусть будет точка Z2 и так далее. Значит, если на каждом отрезке... от X и минус первого до X и того отмечена точка Z и то, говорят, что задано размеченное разбиение. отрезка от A до B. То есть размеченное разбиение – это не просто набор отрезков, а набор отрезков, и на каждом из этих отрезков отмечено по точке. Соответственно, вот вся эта информация, отрезки и точки, которые на них отмечены, она образует размеченное разбиение. Значит, набор точек Z1 и так далее, Zn называется разметкой. А в чем смысл? Разве мы и так не знаем, что на отрезке мы можем взять какую-то точку? Да, но я хочу зафиксировать какие-то конкретные точки, потому что я хочу зафиксировать какую-то конкретную вот такую вот фигуру. Если я, например, подвину вот эту точку Z1 вот сюда, вот ближе к точке A, то вот этот отрезок, то вот этот прямоугольник изменит свою высоту и станет, например, вот таким. Будет получиться немножко другая фигура. Идея состоит в следующем, что когда я зафиксировал размеченное разбиение, я автоматически зафиксировал вот эту вот ступенчатую фигуру. У меня есть она вполне конкретная теперь. Если у меня зафиксирована функция, зафиксированный отрезок и зафиксировано его размеченное разбиение, то у меня есть вот такая вот фигура. Сейчас, а то есть мы должны сказать, что у нас Z1, точка Z1 должно быть пресечение прямоугольника и самого графика. Да, да, да. Но только наоборот. Мы сначала выбираем точку Z1, а потом строим по этой точке, мы строим прямоугольник ровно такой, чтобы его высота равнялась бы значению функции в точке Z1. А можно вопрос, а где мы тут устанавливаем, чтобы мы таким образом… Сейчас я пока… пока нигде, пока что я сказал это на словах и нарисовал действительно картинки, но сейчас я дам определение интегральной суммы, и там будет это проговорено явно. Давайте мы как раз к нему и перейдем. Пусть задано размеченное разбиение. Давайте я как-нибудь его назову, пусть она называется P. Отрезка АВ. Интегральной суммой Соответствующей P. Называется такая штука. А давайте подумаем, как эту интегральную сумму найти. Значит, я хочу… Вот я выбрал эти самые точки Z1 и так далее, Zn. Я вычислил значение функции в каждой этих точек. То есть, например, высота вот этого отрезка, она равна… Вот эта высота, например, равняется F от Z1. А вот эта высота, высота вот этого отрезка, равняется F от Z2. И как мне теперь найти площадь всей вот этой фигуры? Ну, наверное, каждый раз умножать высоту на ширину – это не очень вариант. Нет, это как раз правильный вариант, да. Не то, чтобы это было приятно делать руками, но с точки зрения определения – это именно правильный вариант. Значит, давайте посмотрим, что получается. У нас площадь каждого из прямоугольников, она вычисляется действительно как… высота умножить на ширину. Ширина вычисляется как X. ИТ минус X и минус первое. И эту штуку нужно умножить на что? На F от Z2. От кого? От Z2. От Z2, да. И дальше нам нужно все это просуммировать по… И от 1 до N. Значит, давайте я скажу, что вот мы вот такую сумму будем называть… Значит, мы ее называем интегральной суммой, обозначать мы ее будем S от F и P. Она как бы зависит… Интегральная сумма зависит от двух объектов. Собственно говоря, от функции, которую мы рассматриваем, и от размеченного разбиения отрезка. Потому что как раз размеченное разбиение, вот эта вот буковка P, она содержит в себе определение того, чему равны вот эти вот буквки X. X и ИТ, и чему равно вот это Z и T. Вот, как видите, это вполне какая-то конкретная конечная сумма. Здесь нет никаких бесконечностей, просто эта сумма конкретной вот такой вот фигуры, понятно как составленной. А еще раз, то есть у нас вот тут вот N, сумма от ИТВ до N. Да. Просто какой-то конечный N будет, правильно ли? Да, да, да. Но смотрите, у нас есть какая-то конкретная разметка. Вот в разметке есть N отрезочков. Значит, у вас есть точки X0, X1, X2 и так далее до X. N отрезков. Соответственно, вот это вот выражение, оно определено для функции и для разметки. Вот разметка, она содержит в себе информацию о том, сколько в ней отрезков N, и какие границы этих отрезков, и какие точки отмечены. Вот это вот как раз это самое размеченное разбиение. Ну, давайте смотреть, что мы можем с этим сделать. Давайте я вот еще что сделаю. Давайте я вот эти вот разности X и T минус X и минус первое буду обозначать через дельту X и T. Тогда эта сумма может записаться, ее можно записать в таком виде. и от 1 до N F от Z и T умножить на дельту X и T. Вот, и теперь, о чем мне хочется сказать. Вот мы сейчас определили сумму какой-то фигуры вот такого типа, ступенчатой. И мы обсуждали, что мы-то хотим не площадь этой фигуры, а мы хотим площадь вот этой вот криволинейной трапеции. Как бы теперь, что теперь нужно сделать с вот этой интегральной суммой, чтобы перейти к площади трапеции. Устремить дельту X и T к нулю. Да, вот как-то хочется сказать, что нужно N устремить к бесконечности, дельту X и T устремить к нулю. И, соответственно, тогда вот эта штука будет стремиться к нашей искомой площади. Но это правда. Единственная проблема, мы не можем просто так взять и сказать, что давайте рассматриваем предел при дельта X и T, стремящемся к нулю. Потому что вот то, что здесь написано, это не функция какой-то однопеременной, а это, грубо говоря, функция от вот этого размеченного разбиения. А у нас не было определения предела такого типа. Поэтому нам его сейчас нужно будет как бы переоткрыть, точнее записать заново определение предела, которое будет очень похоже на определение предела функции. Но формально это некоторая новая штука. Значит, определение. Интегралом Риммана от функции F по отрезку AB называется такое число и что давайте я, прежде чем начал писать это определение, но понял, что забыл сформулировать еще одно вспомогательное определение. давайте я его сейчас сформулирую. Значит, смотрите. Вот я хочу сказать, что у меня вот эти дельта X и T стремятся к нулю. То есть это означает, что они все становятся маленькими, потому что они, вообще говоря, разные могут быть. Может, такое быть, что у нас разметка неравномерная, а у нас здесь есть какие-то отрезочки поменьше, какие-то побольше. Соответственно, я вот сейчас захочу устремлять вот эту штуку к нулю. Ну, на самом деле, это означает, что я хочу устремлять максимум ее к нулю. Поэтому давайте я скажу, что у меня есть такая штука, которая называется диаметром разбиения. Диаметр разбиения P – это есть максимум по I от 1 до N, просто длина этих отрядочков. А еще можно что такое диаметр? Диаметр разбиения – это просто длина самого большого отрезка, который входит в это разбиение. Вот представьте себе, что у меня есть вот такое разбиение, как я сейчас нарисовал. Тут у меня точка A, тут точка B. Тогда диаметр – это длина вот этого отрезка, самого длинного. Поняла. Вот. Значит, интегралом Риммана называется такое число А и что для всякого эпсилона больше нуля, найдется такая дельта больше нуля, что для всякого P размеченного разбиения отрезка B. Если диаметр P меньше дельта, то расстояние от интегральной суммы Sfp до I меньше эпсилона. Значит, вот определение интеграла Риммана. То есть, смотрите, что здесь написано. Здесь написано, что интеграла Риммана – это такое число, число I, которое было таким свойством, что если мы берем достаточно мелкое разбиение отрезка AB, то есть, если диаметр этого разбиения меньше, чем дельта, то тогда расстояние между, разница между нашей интегральной суммой и числом I меньше, чем эпсилон. Вот если мы для всякого I можем подобрать такую дельту, то число I называется интегралом Риммана. Как видите, эта штука ужасно похожа на определение предела обычного. Единственное, что вместо того, чтобы говорить что X-X0 меньше дельта, мы говорим, если диаметр разбиения меньше, чем дельта. Можете еще раз повторить, что такое диаметр разбиения? Диаметр разбиения – это просто длина самого большого отрезка этого разбиения. Поняла, спасибо. Мы хотим сказать, что вот это условие диаметра разбиения меньше дельты – это способ сделать условия на то, что разбиение достаточно мелкое, на то, что отрезки, которые в него входят, достаточно маленькие. Поскольку отрезки могут иметь разную длину, мы хотим, чтобы они все были маленькими, нам нужно сказать, что самый большой среди них имеет длину меньше чем дельта можно вопрос я понимаю что с зависит от f и p и еще каких-то значит с зависят от f и p а где п это размеченное разбиение значит п содержит в себе информацию про конце отрезков вот про вот эти вот exit и p содержит себе информацию про те точки которые мы на каждом отрезке отмечены вот проводите вот z больше она не отчего не зависит потому что вот она определяется вот этой формулой в этой формуле как видите в правой части участвует наша функция участвуют x и ты ну вот они которая информация про который содержится в p и участвовать z и ты информация про который тоже содержится больше ничего нет больше ничего не отзыв ничего не зависит по размеченному разбиение и функция интегральная сумма восстанавливается однозначно вот определяется этой форму единственное что мы требуем от разбиение это чтобы она была достаточно мелкий например у нас есть полная свобода выбора разметки этого разбиения то есть выбора тех точек в рамках каждого отряда . у нас есть полная свобода выбора того в какой именно точке мы считаем значение функции интеграл не должен от этого зависеть интегральная сумма конечно этого зависит но сам интеграл не будет зависеть вот как понятно для определения интеграл римма ну да понятно так если еще если какие то вопросы хорошо ну давайте посмотрим что мы можем сказать про интеграл римма но первый вопрос который здесь возникает вообще когда какой-то объект обделяется таким вот неявным образом что интегралом римма называется такое число которое было каким-то вот таким вот хитрым свойству первый вопрос возникает а вообще такое число существует или нет но это хороший вопрос и в принципе не всегда существует не всякая функция является говорят интегрирование не для всякой функции определен интеграл римма давайте приведу пример ну окей давайте рассматриваем простой пример когда интеграл существует такой пример когда интеграл не существует примеры ну вот пусть у меня f от x равняется константа я не сказал как это как интеграл обозначается обозначается он вот так если он существует это а обозначается вот так вот такая буковка такая вытянутая штука и дальше пишут что-нибудь типа f от x dx значит тут если посмотреть на вот это обозначение часть его понятно часть не очень значит вот это вот вытянутая штука она похожа на букву с и напоминает нам вот про эту интегральную сумму а и b это граница отрезка интегрирования и понятно что они должны где-то здесь присутствовать потому что мы определяем интеграл для какого-то конкретного отрезка для разных отрезков будет раз интеграл f это наша функция дальше возникает вопрос кто такой вот этот dx это хороший и интересный вопрос мы про него еще поговорим сейчас я просто скажу что вот этот dx это вот видите вот у нас здесь была функция в которой было в которой вычислялись значение f в каких-то точках и умножались на дельте x это на ширину очередного прямоугольничка вот этот dx это как бы воспоминания про вот эту вот дельте x это которая нас фигурировала в интегральной сумме поскольку интеграл это предел интегральных сумм соответственно можно представить себе что когда мы устремляем n бесконечности а ширину диаметра разбиению к нулю можно представить себе что наша ступенчатая фигура приближается к нашей гладкой фигуре и это приводит к тому что вот этот ступенчатый такой угловатый значок суммы превращается в такой гладкий значок интеграла а вот это тоже такая угловатая дельта превращается в такую гладкую функцию d значит почему почему нужно хранить вот эту информацию про почему нужно хранить это воспоминание про эту дельте x это будет понятно чуть попозже когда мы будем обсуждать например замены переменных в интеграле это мы как раз окажется что хранить эту информацию очень полезно вот поэтому обозначение именно вот такие оказывается что эти обозначения очень удобно вот ну а давайте найдем интеграл константы по какому-нибудь отрезку интеграл скажем от 2 до 5 f от xd ставить конкретно константу возьму что 7 чем будет равен чем будет равен такой интеграл 21 да мне нужно просто найти площадь вот такого прямоугольника и понятно что в этом случае никакой проблемы не возникает какое бы разбиение отрезка я не выбрал у меня всегда будет получаться одно и то же просто потому что у меня функция константа да я здесь выберу какое-нибудь разбиение и какую-нибудь разметку и в данном случае я просто разбиваю мою фигуру на моя фигура которая сама является которая сама является прямоугольником я разбиваю на прямоугольники поменьше и понятно что здесь интегральная сумма вообще не будет зависеть от разметки вот и площадь этой штуки это 7 умножить на 5 минус 2 21 ну хорошо давайте посмотрим на что нибудь более сложно есть еще несколько задач на определение интегралов вот так определение у вас будет семинаре давайте я приведу какой-нибудь пример более хитрый вот например нас есть функции дирекли что можно сказать про интеграл этой функции давайте поклонить отрезку от нуля до единицы как вы думаете будет зависеть эти газеты которых которым был выбирать да вот эта проблема потому что как у нас устроена функции дирекли вот у нас есть какие-то точечки со значениями 1 есть точки со значениями но и те и те всюду плотны поэтому в принципе мы можем вот какое бы разбиение я не выбирал у меня есть здесь отрезок от нуля до единицы я могу выбрать какое угодно разбиение этого отрезка сколько угодно мелко и дальше за счет просто того что я могу на каждом отрезке я могу выбирать либо рациональные либо иррациональные точки наши разметки у меня может получаться каждый прямоугольник может быть либо вот таким либо наоборот вот таким просто нулевым и я могу это полностью контролировать просто выбором разметки выбором точек z и т поэтому что вы можете сказать про значение интеграла для такой функции но не будет наверное не определено его не существует до функции дирекли является не интегрируемой по римману потому что ну вот потому что видно что нет такого числа то есть как бы вот мы выбираем дельту маленькую а все равно вот эта вот штука не становится близко никакому конкретному числу даже если мы потребуем чтобы дельта была супер маленькой все равно у нас есть это свобода в выборе z нам позволяет существенно меняет значение интегральной суммы поэтому такой штуки не существует не существует вот хорошо не все функции интегрируем и какие функции интегрируем мы сейчас еще обсудим на давайте прежде чем мы пойдем дальше я предложу еще обсудить вот какой вопрос смотрите вот мы сейчас все эти картинки рисовали для случая когда у нас функция была положительной всюду на нашем отрезке но в принципе может так случиться что наш функция кажется отрицательным что тогда будет происходить с интеграл вот представьте себе что функция имеет конец вот такой график но отрезка тогда бы если я буду использовать ту же формулу которую я написал изначально для интегральной суммы а именно что это сумма по и от 1 до m f от z и т на дельту x и т смотрите что у нас получается у нас есть участки на которых функция f положительно и там просто возникают вот эти наши прямоугольнички и все хорошо а там где у нас функция имеет отрицательное значение что будет происходить да у нас будет у нас будет все равно возникать все равно будут возникать прямоугольники эти прямоугольники будут расти уже вниз вот так то не будут расти и если мы просто используем эту формулу то видно что здесь f будет отрицательным то есть как бы площади вот этих вот прямоугольников которые мы строим над точнее под тем отрезком на котором функция становится отрицательный вот эти площади они просто входят в эту сумму но они дают отрицательные слагаемые то есть получается что как бы вот эту вот площадь которая находится под горизонтальной осью мы включаем в эту сумму но мы включаем ее со знаком минус все нас есть кусочки площади которая включается с положительным знаком весь кусочки площади которые вышедшие 30 знаков и если говорить про общее определение предела теоретически мы могли бы поправить это определение мы могли бы сказать что он давайте мы здесь модуль поставим на самом деле этого никто не делает потому что это не нужно потому что вот такое определение она более естественное и в принципе если мы написали какую-то формулу которая обслуживает какую-то конкретную ситуацию а потом пытаемся расширить сферу действия этой формулы на более общую ситуацию как правило нам нужно оставить формулу как какую какую была но просто понять что она означает более общей ситуации вот мы сейчас это и будем делать значит мы просто скажем что если у нас функция принимает положительные так отрицательные значения то тогда интеграл это не просто сумма не просто площадь под графиком а это сумма площадей с учетом знака значит вот у нас есть те части которые положительные давайте я буду зеленым рисовать вот эти вот площади мы включаем со знаком плюс вот эту площадь отрицательную мы включаем со знаком минусе и красный буду рисовать что для этой функции интеграл от а до б f от x dx равняется сумме площадей с учетом знака вот нашим давайте посмотрим давайте вернемся к вопросу про значит вот эта история про существование несуществования интегралов значит я хочу сформулировать и доказать одну теорему а еще одну теорему сформулировать но не доказывать собственно я давайте я скажу следующее теорему если функция f непрерывно на отрезке то она интегрируема на этом отрезке интегрируема по риммону то есть это означает что интеграл риммону существует то есть если возвращаться к примеру с функции дирихле то есть я вот эту теорему сейчас не буду доказывать и вообще не буду доказывать но давайте я немножко помашу руками чтобы было более понятно откуда она берется вот смотрите если проанализировать этот пример с функции дирихле то видно что причина по которой у нас здесь у нас здесь это директор не существует она как раз связано с тем фактом что я мог сильно менять значение функция просто выбирая разные точке в которых я это значение счета двигая значение двигают эти вот точки разметки точки z внутри своих маленьких прямоугольников я мог существенно поменять значение функции если функции непрерывно то я такого сделать не могу то есть я все равно могу ну вот представьте себе что у меня есть какая-то непрерывная функция и вот я выбрал какие-то какое-то разбиение и теперь выбираю разметку понятно что выбором разметки я могу в какой-то мере влиять на площади моих прямоугольников например я мог выбрать точку за это вот такую и получить вот такой прямоугольник а мог выбрать точку за это скажем вот такую и получить вот такой прямоугольник а то есть выбор выбор точки разметки влияет на площадь но если длина вот этого отрезочка длина отрезка разбиения маленькая то и вот это влияние тоже становится маленьким потому что и если у меня длина отрезка маленькая то там непрерывная функция будет меняться не сильно именно за счет своей непрерывности и это означает что влияние которое оказывает выбор этой самой точки который является именно разметка разбиения он будет незначительным и дальше можно доказать что если мы будем уменьшать эти отрезочки то у нас действительно будет у нас действительно будет предел значит я сейчас этого не доказываю если кому-то интересно посмотреть на доказательства то ключевые слова которые здесь нужно искать это верхняя и нижняя сумма дарбу для готовности эта теорема немножко немножко муторная поэтому я пропускал но я надеюсь что вот это вот мое рукомахательство в какой-то мере должно было продемонстрировать какой основной эффект который мы используем почему нам важно непрерывность это достаточные условия интегрируемости она не является необходимым бывают функции которые не являются непрерывными но при этом чудесным образом интегрируем мы с таким функциями тоже столкнемся например если у функции есть конечное число точек разрыва типа скачок то такая функция такая функция будет интегрируем но вот это вот важно важно важный частный случай именно достаточно условия интегрируемость вот и давайте я сформулирую еще одно условия на этот раз необходимую значит условия такое если функция f интегрируема на отрезке ab то она ограничена на этом отрезке вот это для нас будет очень важно потому что мы будем пользоваться этим свойством в разных доказательствах позже мы не предполагать что какая-то функция интегрируема и делать из этого вывод что значит она ограничена и дальше использовать это свойство и вот это я сейчас докажу давайте попробуем это дело доказать давайте действовать от противного то есть какая идея опять же вот смотрите пусть у меня есть какая-то функция которая не является которая не является ограниченной на отрезке интегрирования что есть отрезок от а до b и вот функция куда где-то где-то теряет свойство свойство ограниченность допустим она как-нибудь вот так себе ведет что тогда ну дальше идея такая давайте возьмем какое-нибудь разбиение нашего отрезка не важно какое если у нас есть такое разбиение то это означает что есть такой отрезочек на котором функция не является ограниченной если бы она была бы ограничена на каждом из этих отрезков то тогда бы она была бы ограничена и на всем отрезке от а до b ну как если функция ограничена здесь здесь и здесь начинать на каждом этих отрезков ограничено каким-то своим числом Ну, мы можем просто взять максимум среди всех этих ограничений, и этот максимум будет ограничением для функции на всем отрезке от 1B. Значит, рассмотрим произвольное разбиение. P. Значит, существует отрезок x и минус первое x и t из этого разбиения, на котором функция ограничена. На котором функция не является ограниченной. Как вы думаете, какая у меня идея дальше? Вот у меня есть отрезок, на котором функция не ограничена. Ну и что? Сейчас проинтегрировать на этом отрезке. Ну, а что такое проинтегрировать, опять же? Мы как раз пытаемся понять. Ну, то есть, если вы скажете, что давайте мы теперь рассмотрим вот этот отрезок и начнем интегрировать на нем, то чем эта задача отличается от исходной задачи? То есть, когда у вас был отрезок от A до B, функция была не ограничена на этом отрезке, и вы попытались поинтегрировать на этом отрезке. Как бы, что значит, поинтегрировать, означает, что вы теперь хотите вот этот отрезок разбить на отрезки поменьше? Может, мы можем взять строчку какую-то и… Ну и получается потом взять какую-нибудь поправе и значение функции в той, что правее будет больше. И как бы мы можем так вот небольшие шаги вправо делать, и там все больше и больше будет значения функции. И нельзя будет посчитать интеграм. Ну, да, хочется что сказать. Хочется сказать, на самом деле, что можно интегральную сумму сделать сколь угодно большой. Ну вот, на самом деле, я, конечно, так нарисовал эту функцию. Она могла быть не везде положительной, она могла быть где-то еще отрицательной. Какая-нибудь вот такая вот она могла бы быть. Но что хочется сказать? Хочется сказать, что вот давайте мы возьмем вот эту самую точку. Ну, окей, функция не является ограниченной. Это означает, что она могла бы здесь принимать там либо большие значения, либо маленькие значения. Она могла бы быть тут дико отрицательной, допустим, на этом отрезке. Но неважно. Давайте там для простоты считать, что она здесь неограничена сверху. Тогда хочется сказать, что мы можем, выбирая точку Z, точку нашей разметки, делать площадь вот этого прямоугольника, который находится над этим нашим отрезком. Можем его делать сколь угодно большой. Если функция неограничена сверху. Потому что, ну как, потому что у меня значение функции здесь неограничено, то есть я могу его выбирать сколь угодно большим. А с другой стороны, ширина этого прямоугольника, она фиксирована. Вот я сейчас зафиксировал разметку. И единственное, что я меняю, точнее, я зафиксировал разбиение, я зафиксировал разметку. Единственное, что я меняю, это я меняю одну точку этой разметки, которая как раз принадлежит вот этому самому нашему отрезку, на котором функция не является ограничена. Значит, тогда, меняя Z-Ether, который лежит на этом отрезке разбиения, можно сделать F от Z-Ether. Значит, можно, давайте я напишу так, для всякого C сделать либо F от Z-Ether. Сейчас, как это сказать аккуратно. Давайте я просто напишу про модуль этой штуки. Поскольку у меня ограниченность, то есть я... Могло быть нарушение ограниченности как сверху, так и снизу, или и так, и эдак. Соответственно, давайте я скажу, что можно сделать модуль F от Z-Ether больше, чем C. Ну, а тогда, смотрите, идея такая. Вот я зафиксировал разбиение, зафиксировал разметку. Это означает, что все слагаемые в моей интегральной сумме, кроме вот этого слагаемого, они все зафиксированы. Они все какие-то конкретные числа. А одно слагаемое, вот эта вот часть картинки, у меня полностью зафиксировано. А одно слагаемое, вот это слагаемое, может быть выбрано каким угодно. Сколь угодно большим или сколь угодно маленьким. Ну, там, в зависимости от того, в какую сторону у меня здесь нарушение ограниченности. Ну, понятно, что если я могу в конечной сумме выбирать одно слагаемое, допустим, делать его ужасно большим, то это означает, что я и всю сумму могу сделать ужасно большой. И в этом случае понятно, что ни к какому конкретному конечному числу эта сумма стремиться не может. Значит, выбирая Z и T, можно сделать F от Z и T на дельты X и T. Очень большой или очень маленькой. Очень большой или очень отрицательный. Остальные слагаемые у нас фиксированы. И, значит, интегральная сумма можно делать большой или маленькой. Ну, или наоборот, или отрицательный. Ну, и, значит, предела нет. Я это сейчас сказал на чуть меньшем уровне формализма, чем можно было бы. Но мне кажется, что основная идея должна быть понятна. Есть какие-то вопросы про это доказательство? Есть вопрос, наверное, такой глупый. Вот мы сказали, что если функция непрерывна, то она интегрируема. А не можем ли мы сказать в обратную сторону, что если она интегрируема, то тогда она и непрерывна, а значит, если она на отрезке непрерывна, то она ограничена, и все. Не можем, потому что это неправда. Потому что представьте себе, что у вас есть, например, вот такая функция. Вот, скажем, вот есть вот такая функция, которая устроена так. Вот эта функция не является непрерывной. Но при этом она интегрируема. У нее вполне конкретно определенная площадь. Потому что, допустим, я его на вот таком вот отрезочке буду считать. Ну, во-первых, понятно, что она просто разбивается в два прямоугольника, эта площадь, вот в два таких прямоугольника. Но, на самом деле, если вы будете как-нибудь разбивать по-другому в какие-то маленькие прямоугольники, то тоже ничего плохого не будет. Потому что у вас, на самом деле, ну, вот здесь вот будет один прямоугольник, такой подозрительный, где у вас значение функции может сильно меняться, когда вы меняете точку разметки. Но поскольку этот прямоугольник всего один, и его ширина будет становиться все меньше и меньше, когда вы там переходите к пределу, то от того, что у вас вот здесь вот его высота может меняться вот в таких вот пределах, ничего плохого не происходит. Поэтому вот такая функция интегрируема. Можно тогда, сколько у нас таких прямоугольников в предыдущем случае? У нас получается много таких прямоугольников, появляется, когда функция неограничена вот здесь. Вот здесь? Нет, ну как. Ну, здесь я говорю, мне достаточно существования одного такого прямоугольника, в котором функция не является ограниченной. Вот для каждого конкретного разбиения мне достаточно существования одного прямоугольника. А можно тогда еще раз, почему вот если мы z можем сделать, в смысле f от z, либо очень большим, либо очень маленьким, только в одном этом прямоугольнике, почему тогда можем говорить, что не существует этого предела? Ну, смотрите, вы же можете сделать сколь угодно большим. То есть вот у этого прямоугольника какая-то конечная длина. Вот у нас сейчас конкретный прямоугольник, у него какая-то конечная вот эта вот ширина, соответствующая delta x и t. И дальше вы можете как угодно менять его высоту. То есть вы можете его высоту, например, делать сколь угодно большой. Вы можете делать сколь угодно высоким вверх. Это означает, что вы можете сколь угодно большой сделать его площадь. А, ну то есть даже с учетом того, что delta x будет к нулю стремиться. Да, значит, у вас порядок выбора такой. Вот смотрите, я сначала фиксирую. Вот смотрите, дело в том, что важно то, что вот в этом пределе, в определении интеграла, условия, которые налагаются на разбиение, оно только про отрезки разбиения, точнее, только про их длины. Оно никак не накладывает никакого условия на разметку. Поэтому если бы интеграл существовал, то должно было бы быть выполнено следующее, что если мы выбрали достаточно мелкую разметку, то интегральная сумма достаточно близка к интегралу. Но если оказывается, что вот мы выбрали достаточно мелкую разметку, ужасно мелкую разметку, а после этого, выбирая не разметку, а просто разбиение ужасно мелкое, а после этого меняя разметку, причем меняя ее только в одной точке, мы можем вот эту вот штуку сделать, как бы менять ее в ужасно широких пределах, сделать ее сколь угодно большой, например, больше, чем какая-то константа любая, то тогда понятно, что никакого такого числа и нету, ровно потому, что вот эта величина может меняться очень широко. Идея вот такая. Когда мы делаем разбиение, можете просто объяснить, каким образом мы что-то фиксируем, то есть n отрезков, вот эти точки, где отрезки заканчиваются, z. Вот смотрите, как бы идея вот этого, идея вот этого определения такая, что мы можем выбирать любое разбиение, лишь бы оно было достаточно мелким, лишь бы у него диаметр был бы меньше, чем дельта. Вот если интеграл существует, если вот это число и существует, то нам не важно, как мы выбираем разбиение, нам важно, чтобы оно было достаточно мелким. Вот нам, например, сказали, что вот представьте себе, что нам сказали, вот вам нарисовали какую-то конкретную кривую и сказали, что посчитайте ее интеграл с такой-то точностью, вот с таким-то эпсиллом. Вы смотрите на это определение и говорите, окей, я вижу, что для вот этого, моего эпсилла, мне нужно выбрать вот такую-то дельту. Значит, это определение вам дает эту дельту, и что если ваше разбиение будет по своему диаметру меньше, чем эта дельта, то вам достаточно просто посчитать значение вот этой штуки для этого разбиения, и вы получите нужное вам приближение к интеграл. Дальше, как именно вы выбираете это разбиение, уже совершенно неважно. Если интеграл существует, то вам достаточно того, чтобы это разбиение было достаточно мелким. Ну, понятно, что за счет того, что оно становится мелким, в нем становится достаточно много отрезков. Когда вы выбираете вот эту дельту маленькой, вам приходится выбрать n количество отрезков большим, иначе просто не получится. Но никаких больших ограничений вы на разбиение и на его разметку не накладываете. Ну, когда мы сейчас доказывали, мы же могли сказать, ну хорошо, просто сделаем дельту, просто очень маленькой сделаем. Да, вот в том числе дело, что это не поможет, потому что я дельту сделаю маленькой, но отрезок, на котором нарушается ограниченность, все равно останется. В данном случае, к какой момент мы зафиксировали, ну, вот это, что отрезок останется? Мы же можем сказать, ну пусть у нас теперь будет два отрезка, один очень маленький, да, там какая-то неограниченная, ну, она неограниченная, но у нас такой маленький, что все замечательно умножится. Не-не, погодите, посмотрите, значит, у нас порядок такой. Вот мы сначала, вот поскольку вот в этом определении фигурируют ограничения только на само разбиение, но не на его разметку, да, мы делаем следующее. Вот, ну вот, давайте представим себе, что у нас есть какое-то число i, да, давайте возьмем просто ε, равным единице, и пусть, давайте вот просто честно рассуждать от противного, пусть нашлось такое число i, что какое бы я, какое бы разбиение диаметром меньше дельты я не выбрал, вот эта вот штука будет меньше, чем единица. Теперь происходит следующее. Вот, давайте я возьму какое-нибудь разбиение с диаметром, который вот такой, и зафиксирую его. Вот, после этого, сохраняя это разбиение, я буду менять, ну вот, пусть я выбрал разбиение, пусть я выбрал какую-то разметку. Да, по идее, у меня должно выполняться вот это неравенство. Значит, вот эта вот штука должна быть меньше, чем единица. Теперь я сохраняю это разбиение, единственное, что я меняю, это я меняю одну точку в разметке. А именно я меняю вот одну точку на этом отрезке. При этом значение функции меняется, и значение функции можно сделать сколько угодно большим. Вот, а в какой момент у нас разбиение остается, но мы меняем? Мы меняем сейчас точку z? Вот, вот мы меняем, вот единственное, что мы меняем, это одну точку z и t. Все остальное, все остальное сохраняется. Да, спасибо. Вот, и важно то, что после этого, вот, пользуясь только вот этой свободой, эта свобода, свобода выбора z, она никак не нарушает, она никак не нарушает вот это вот условие. Условие, что диаметр меньше, чем дельта. Более того, мы вообще сохраняем разбиение, каким было, таким оно осталось. Но теперь, благодаря тому, что мы просто меняем z и t, единственную точку, мы можем вот эту вот всю, вот эту вот всю штуку сделать там больше, чем, сейчас не видно, что я тут показываю. Вот эту вот штуку можно сделать какую угодно, ужасно большую. И понятно, что в этом случае не может такого быть, что вот это вот неравенство будет сохраняться. Потому что это неравенство говорит, что расстояние между вот этой штукой и конкретным числом i, оно меньше единицы. А если я вот эту штуку могу как угодно менять, то я могу нарушить это неравенство. Можно такой еще добивающий вопрос? Давайте. Можете показать, ну, где с функцией дирек-лево, вы говорили, что нет, у меня похожее непонимание. Мы же, ну, вот сами выбираем точку z1, да, Витя? Да, 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 да. Но мы же, ну, мы можем устремить вот эти отрезки к нулю, ну, диаметры. И мы все равно можем выбирать такую точку z1, что она рациональная, что у нас единичка будет. Ну, я не совсем понимаю, где именно в определении противоречия, ну, где именно как мы по определению понимаем, что интеграла не существует. Потому что я это вижу так, что мы можем для любого диаметра, устремляющегося к нулю, ну, сказать, что наша площадь это один на один. Ну, что i это один, и тогда мы можем всегда делать так, что, ну, сумма интегральная будет меньше, чем ε, для любого ε. Потому что мы же 1 сами выбираем, и мы можем ее всегда выбирать так, что наша. Сейчас, смотрите, вот, значит, если вы хотите сказать, что интеграл равен чему-то, чему он равен? Единице? Да. Смотрите, я говорю, что он не равен единице, потому что давайте я буду выбирать точки, значит, давайте я буду выбирать разметку разбиения, состоящую, наоборот, из иррациональных точек. Вот это условие будет выполняться. Да. А если вы говорите, что i равно 1, то вот это условие выполняться не будет для ε, скажем, меньше, чем 1, 2. Да, но мы же разметку выбираем сами, и мы можем же выбирать... В том-то все дело, в том-то все дело, что вот это неравенство должно выполняться вне зависимости от того, какую разметку мы выберем. Не то, что существует, вот здесь не написано, что, значит, для всякого P существует такая разметка, что если вот так, то вот так. Вот если бы здесь было вот такое написано, то вы были бы правы. Но тут это не написано. Здесь написано как бы, вот здесь написано для любого размеченного разбиения, то есть для любого разбиения и любой его разметки. Это как раз ключевое здесь место, что разметку мы выбираем как угодно. Нам важно, чтобы вот это условие выполнялось вне зависимости от того, какие мы там точечки повыбирали. Главное, чтобы разбиение было довольно мелким. Все, я понял, спасибо. Отлично. Так, еще вопросы? Можете вниз. А вот не строгое доказательство, которое мы сказали, не очень строгое, можно на колоколе не рассказывать? Значит, вот доказательство этой теоремы, вот эта теорема про вот эту штуку, оно не войдет в программу колоколу. А вот где там очень большое, очень отрицательное? А, вот это? Ну, да. Если вы понимаете, что здесь происходит, то, конечно, да. А вот можно вопрос? А почему? Тут написано очень отрицательное. Ну, когда я говорю очень большое, понятно, что это означает. Если сказать очень маленькое, непонятно, что это означает. То ли очень близкое к нулю, то ли, наоборот, очень большое по модуле отрицательное. Я это пишу как очень отрицательное, подразумевая, чтобы было понятно, что я не имею в виду, что, когда я говорю очень маленькое, это не означает, что оно в данном случае близкое к нулю, чтобы не путаться. На данном рисунке у нас очень маленькое, это не близкое. Ну, нет, если бы, вот если бы, если бы у меня вот эта вот штука ушла бы не сюда, а наоборот вот сюда, то у меня бы... Ну, да, да, я спрашиваю, вот мы к этому рисунку как-то или нет? Ну, вот на этом рисунке, вот на этом рисунке у нас вот этот случай. Все, понятно. Обоснование для общего. Да, да. А что с того сейчас очень большой или очень отрицательный язык? Остальные слагаемые? Остальные слагаемые фиксированы. Фиксированы, да. То есть я говорю, что я зафиксировал разбиение, и я зафиксировал разметку во всех точках, кроме одной. Во всех отрезках, кроме одного. Вот. Ну, хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. До свидания.